Благородное собрание Нутрициолога с опытом более 18 лет Автор книг по бизнесу и саморазвитию Ирина Шабанова Я представляю вам Елену Миндалуц Соучредитель, член правления Ассоциации Благородное собрание Предприниматель, нутрициолог, ведущий, спикер и организатор встреч по оздоровлению и улучшению качества жизни Специалист в сфере коммуникации 12 лет опыта топ-менеджем в страховом деле Сегодня мы познакомим вас с идеей и задачей нашего сообщества Мы познакомимся с каждым из вас И мы уверены, что эта встреча пройдет в теплой, дружеской обстановке Хочу представить вам Ирину Синельникову Учредитель, член правления Ассоциации Благородное собрание Инструктор нейрографики Основатель Ассоциации профессионалов нейрографики Института психологии и творчества Павла Пискарева Калининградский регион Продюсер СМИ Организатор эксклюзивных бизнес-ивентов и творческих встреч в России и Европе Основатель и более 10 лет руководитель рыбодобывающей компании на Балтийском море и Калининградском заливе Я рада приветствовать всех, кто собрался сейчас в Санкт-Петербурге Очень приятно познакомиться друг с другом И завязать отношения между нашими регионами И стать друг другу партнерами, приятными партнерами Мы предоставляем слово Крыму Представляем вам Людмилу Семилетенко Людмила представляет женское собрание Парламентского клуба Людмила Владимировна, пожалуйста, познакомьте нас, наших гостей С историей возникновения благородного собрания в далеком прошлом Какие у него были цели и задачи? Я очень рада с вами сегодня встретиться в эфире Очень рада с вами познакомиться, ружиться для дальнейшего сотрудничества И возможных очень интересных благих дел Первое благородное собрание было организовано Екатериной Второй И это были дворяне, столбовые дворяне Которые приносили огромную пользу отечеству и в службе, в армии, в флоте Которые приносили пользу в предпринимательском деле И также она назначала на дворянские титулы Те, кто себя проявил не дворяне Те, кто себя проявил с большими успехами в службе Она давала орден Анны Третьей степени Который позволял потом иметь уже дворянский титул И потом он приходил уже по родословной Поэтому спасибо Екатерине Великой Кстати, Севастополь – это гордость русской славы Город, который был основан Екатериной Город Екатерины и Суворова Бюсты, памятники стоят у нас в городе, и мы их чтим Я сейчас в здании морской библиотеки, которая была построена по указу Александра II И это библиотека морская имени Михаила Петровича Лазарева Наши знаменитые адмиралы Нахимов, Истойн, Лазарев Они были дворянами, конечно же, потому что только дворяне могли служить на флоте И этот титул, он, конечно же, был очень длинно родословным В Петербурге, в Москве, были дворянские собрания Но первое произошло, как я уже говорила, в Москве Построено было архитектором Казаковым на очень интересном месте Это охотный ряд И там размещалось благородное собрание Оно называлось потом дворянское собрание В простонародье сейчас тоже его называют или благородное, или дворянское собрание Иногда срываются эти красивые слова Но мы знаем, что это Дом профсоюзов И там очень часто проходят красивые концертные мероприятия В Петербурге у вас тоже есть благородное собрание Которое было построено гораздо позже Сначала в Кронштадте, потом в Петербурге На Итальянской улице 27, дом, дробь 2 Но было построено архитекторами-братьями Косяковыми Но оно было предназначено для чиновников средней руки Там происходили балы-маскарады В общем-то, хорошо проводили красиво, приятное время Новой элиты, которая и военная, и деловая элита, и культурная, и научная элита И вот в сегодняшнем понимании, конечно же, вы должны Это очень хорошо сублимировать в своих новых форматах, мероприятиях Я думаю, что у вас это здорово все получится Потому что благородное собрание сегодня, которое организует Ирина Шабанова Это прекрасное начинание, вернее, оно с хорошими корнями С хорошими традициями И уже такая высокая планка задана Что только красивые и добрые дела должны вас вдохновлять На самые лучшие и самые важные деяния Что я вам и желаю Успехов вам, насколько можно мы будем дружить, помогать друг другу У нас парламентский клуб, который тоже имеет давние традиции Всем нам успехов Самое главное — дружбы, взаимовожения, терпения, красоты Красивых мероприятий, добрых Будем вас... Да, еще забыла сказать, что 650 благородных собраний было в Российской империи Я думаю, что если сейчас эту идею распространить по городам и весям российским То это будет самое важное, что вы будете делать Красивого мероприятия сегодня И добрых дел Спасибо большое, Людмила Мне так не знаешь, куда смотреть Потому что так я понимаю, что я с вами общаюсь Хочется вас видеть Спасибо огромное Спасибо, что нас поддержали Я уверена, что объединив наши усилия Мы сделаем что-то очень красивое в этом мире Благодарю Я представляю Санкт-Петербургскую торгово-промышленную палату Ирина является членом торгово-промышленной палаты Поэтому, конечно, мне здесь особенно приятно поддержать этот проект Пригласить вас еще раз, может быть, официально И участвовать в мероприятиях благородного собрания Обязательно приходите в Санкт-Петербургскую торгово-промышленную палату Может быть, я не открою секрет Может быть, открою Наша палата находится в особняке княгини Ольги Александровны Это младшая сестра Николая II Поэтому я очень надеюсь, что одно из ваших собраний пройдет на нашей площадке Это очень красивое здание И как раз, мне кажется, оно соответствует духу, целям и задачам благородного собрания Со своей стороны хочу пожелать только успехов, только удачи Тема бизнес-сообщества и вообще сообщество, она очень популярна В городе много и формальных организаций, и неформальных клубов И, конечно же, все они созданы для общения, для обмена контактами, для каких-то совместных проектов Система палат находится в разных регионах Мы активно работаем с нашими коллегами в регионах Конечно же, в Севастополе, конечно же, в Калининграде Поэтому очень приятно мне сегодня перед вами выступить и поддержать этот проект с нашей стороны Поэтому спасибо большое и только успехов Спасибо большое Сегодня благородное собрание — это не о титулах и званиях, и о дворянстве Благородное собрание — это о благородстве души Мы взяли за основу те ценности, которые передавались из поколения в поколение когда-то Которые, к сожалению, сейчас в большей мере утеряны И мы хотим возродить вот это благородство души Когда бизнес ведется честно, когда этично И когда люди, которые приходят в сообщество, они не только на общей идее благородства Но и на взаимопонимании Когда мы подсвечиваем людей дело Можем говорить и о духовности Но мало людей, которые создают что-то Которые вот делатели Поэтому наша задача объединить поедущие идеи И способствовать развитию Делать так, чтобы бизнес продвигался Чтобы человеческие качества развивались Чтобы мы делали что-то сообща, коллаборировали Чтобы мы на самом деле улучшали свои жизни и жизнь в целом Наших семей, нашей страны и мира в целом Такую амбициозную задачу мы ставим Когда пришла к нам идея благородного собрания И когда мы стали ее озвучивать Мы вышли на труды Дмитрия Сергеевича Лихачева И когда стали читать его письма к молодым Хочется взять за основу и традиции, ценности Те давние и труды Лихачева Потому что он сказал все И о благородстве, и об интеллигентности И о чести Вообще все сказал Правильная мысль Небольшой шаг для человека Большой шаг для человечества Быть добрым одному человеку ничего не стоит Но стать добрым человечества невероятно трудно Исправить человечество нельзя Исправить себя просто Мне кажется, что это человек, который, можно сказать, совесть, наверное, до нашей эпохи И я считаю, что мы просто обязаны двигаться, отталкиваться Но пойти дальше Потому что сегодня уже время не стоит на месте Уже произошло много Но взять на вооружение то, что у нас уже есть Не создавать с нуля, а брать за основу и двигаться дальше Улучшая в себя этот мир Ирина, благодарю тебя за то, что ты прочитала эту выдержку Я помню, еще там были такие слова Что интеллигентность — это не прообразованность Можно знать пять языков и не быть интеллигентным То есть очень важно любить и очень важно тренировать в себе интеллигентность Интеллигентность тренируется И еще Дмитрий Сергеевич Лихачев говорил о том Что каждый человек должен повышать уровень счастья И это очень важно Особенно, когда такие стрессовые ситуации идут Как сейчас, например Мы должны об этом помнить Я хотела бы сказать, прежде чем перейти к анонсу Мероприятие, которое у нас будет федерального уровня 27 февраля 2024 года в Светлогорске На побережье Балтийского моря Я хотела бы еще сказать о практических вещах благородного собрания По сути, мы больше все-таки для Что-то производят, что-то делают Но у них нет возможностей или знаний, может быть Для того, чтобы как-то свои идеи продвинуть Поднять это, может быть, даже на государственный уровень Где требуется такая поддержка Либо получить Ну вот, такую проявленность Проявленность, чтобы быть замеченными И заметными для других предпринимателей Я очень рада, что мы нашли такого партнера Генерального партнера, как парламентский клуб Женская секция парламентского клуба В лице Людмилы Владимировны Семилетенко Потому что это дает нам возможность Использовать GR Есть PR, а есть GR GR, это просто говоря, по-простому говоря Установление коммуникаций между коммерческими структурами И органами, структурами, государственными ведомствами Это дает возможность продвигать идеи Продвигать бизнес совершенно официальным способом Абсолютно цивилизованным, без коррупционной составляющей И существуют цивилизованные методы Когда мы можем собрать с нашими партнерами Подходящую аудиторию Создать круглые столы, пресс-конференции И таким образом продвигать вот эти идеи Переходя к анонсу в следующем году 27 февраля На побережье Балтийского моря В курортном городе Светлогорске Мы будем рады встретить из разных регионов Наших членов благородного собрания Наших партнеров И будем рады здесь провести вместе Время с пользой Для себя и для дела Мы хотели бы организовать это мероприятие так Чтобы вы приехали и действительно здесь отдохнули Чтобы вы здесь нашли себе новых друзей Компаньонов, партнеров Потому что благородное собрание Оно как раз про это Про деловую этику Про любовь Про то, чтобы свой бизнес продвигать Цивилизованными, этическими способами Стратегии Голубого океана Не расталкивая друг друга локтями Мы за дружбу И сейчас я хотела бы передать слово Одному из наших партнеров Которые здесь сейчас присутствуют Это Андрей Анатольевич Клешторный Партнер, мой давнешний друг Он является Входит в член Совет директоров РФСО «Спартак» И представляет РФСО «Спартак» в Калининграде Сегодня, я думаю, что подойдет такое Лучше в качестве тоста Наш тост И слово, и пресловие За правду, сущие торжества За светлый разум За здоровье За честь народа моего За славный труд За пот и вновь За свет Что светит нам в пути Взамен За двадцать частей Добре В день Для всей земли Мы сейчас плавненько переходим Ко второй части Часть называется «Признание» Признание людям, которые поддержали Которые отозвались на идею И я вообще не знаю Какое-то стало волшебство происходить Екатерина сказала Я хочу сделать вам логотип Очень рада присутствовать На этом мероприятии Хотелось бы сказать Да, про логотип На самом деле У меня достаточно большой опыт работы Графическим дизайнером Но я его давно оставила Я сейчас художник-скульптор Практикую уже достаточно долго И графический дизайн Я оставила именно как навык Для того, чтобы делать вещи Вот эти вот самые вещи Для особенных случаев И когда у меня действительно К этому лежит душа У меня графический дизайн Остался именно способом Делать мир лучше От души Не чисто на потоке От души Собственно, логотип, который Мы создали Рисовался ранним утром Я долго искала время Для создания логотипа Это, знаете, вот эта рутина Беготня Ну когда же уже Когда ты сделаешь И вот однажды Случилось то утро Когда я проснулась Четыре утра Я люблю это время Когда все спят Мне кажется В это время Самые чистые мысли Самые правильные мысли Вот И в этот момент Я рисовала вот эти вот Да, замечательные каракули Вот Это называется поиск Во время рисования Я вспоминала встречу нашу В Калининграде Потому что Именно Вспоминая эту встречу Я могла Именно графически Изображать То, что у меня Вызывает эмоции Вы знаете, что эмоции И линии Они очень взаимосвязаны Между собой В нейрографике Это особенно Да, заметно И родился Так вот Этот логотип В этом логотипе Вы можете увидеть Корону Про которую Мне Ирина рассказывала Оказалось у нее На голове Она ее с собой Привезла в Калининград Она рассказала Как она Ее выиграла Что это корона Для нее Вы знаете же Что с короной нельзя Расскажите, пожалуйста Просто мы здесь Да, про меня не сказали Так получилось Что Я в 62 года Стала Победителем Конкурса Красоты и развития Смартквин Это умная королева Но Оно получилось так Что я потом думаю А зачем это мне Возник такой вопрос Зачем Потом я поняла Что я просто Благодаря этому Могу расширять Пространство Вокруг себя И приносить Больше пользы Да Собственно Получилась корона Которую я вспомнила А корона Это символ солнца Как еще у меня Дополнительно Это лучи Это энергия Причем самая мощная энергия На нашей планете Дальше Стояла задача Объединить буквы Б и С Понимаете В разных случаях По-разному было То С съедает Б То Б Как-то Катается на С Неустойчиво По-разному Объединила в круге Как будто ограничения Это все мысли В этих каракулях Которые Знаете Некоторые боятся Показывать А мне кажется Это прям Зрим в корень Я даже Часто друзьям Им же не страшно Все показывать Вот Я им потом Все вот это И показываю И высылаю Вот этот логотип И объясняю Что Б и С Объединяются В интересный Такой узор Можно следующий Слайдик Здесь мы можем Увидеть Знак бесконечности Вот я его вынесла Бесконечность Циркуляции Взаимодействия Баланс Это все само Интуитивно Родилось во время Рисования Корону я изначально Рисовала Дальше все само пошло Потом Б и С Помните Которая каталась Мне показалось Неустойчиво Надо на что-то И поставить Это родилась опора Дальше Вот я уже говорила Про ясный светлый ум И энергию свет Это сверху Корона Вот вдохновительница Вот И потом Я вот с Ириной С Калининграда Общалась Она говорит Катя Ты эту спираль Классно Писала в центре Я говорю Ну да Мне понравилось Она говорит А ты знаешь Что это расширение означает Я говорю Нет не знаю Ну вот интуитивно Оно там тоже появилось Так что Теперь когда вы смотрите На логотип Это не просто какое-то Сочетание двух букв Которые вы Прошли бы мимо Вы теперь знаете Что вложено В эти линии Какой смысл это несет И я думаю Что сейчас он для вас Стал немножко роднее Понятнее И интереснее Когда Катя прислала Я сказала Да Оно И так у меня никогда Не происходило раньше Всегда что-то подправляешь Добавляешь Что-то не согласно Здесь просто Вообще Стопроцентное попадание Поэтому я еще раз Благодарю Нам очень Важен был сайт Ну как Вот ты будешь говорить Вроде серьезное дело Сайта нет Тут появляется он Час времени Час общения Пытал нас Ириной Очень серьезно По поводу Вот опять задач И через неделю Сайт был готов К сожалению Виталия Раткина Сейчас с нами нет Он далеко находится В другом городе Но мы сейчас Вот просто с признанием Да И диплом мы обязательно Ему Вручим 22 года Вот давайте Вот сейчас просто Поаплодируем Потому что Меня радует Когда я сталкиваюсь С молодыми ребятами Вот такими Отзывчивыми И он настолько Проникся идеей Он делал комментарии Тоже в публикации Можете прочитать Маркетолог Продакт менеджер Создатель цифровых продуктов И кстати Сейчас работает Над очень интересным продуктом И я думаю Что мы поможем ему Найти инвесторов Поэтому если Какая-то тема Интересует Тоже будем общаться Сегодня очень много Всяких сообществ Очень много Предпринимательских Сообществ Не предпринимательских Неважно На каких-то Интересах Но люди Которые объединяются Они сегодня Хотят лучшего Я увидела Вот такой образ Что все Вот эти Островки Сообщества Они как ковчеги Сегодня Для того Чтобы мы с вами Но даже Не просто выжили Чтобы мы с вами Пошли в рост Чтобы мы Стали Созидателями Очень дружественной Нашей Такой Организацией Оказался Институт Павла Пискарева Мы сейчас пригласим Представителей Института Сюда Всем добрый день Много про себя не буду говорить Но скажу Почему я Здесь на этом месте Почему я Директор института Почему я В эту тему Влюбился Влюбился в Павла Можно так сказать С ним подружился И эту тему развиваю Потому что Вот то что вы сказали Про ковчег Про Создание Вокруг себя Такого ареала Добра Любви И Нейрографика Потрясающе Тем Что каждый рисунок Он Так построен Что Решение Своей жизненной задачи Маленькое Большое Приводит внутреннюю гармонию Приводит к внутренней гармонии И к гармонии внешней То есть Любой рисунок Нейрографика Он всегда делает мир лучше И Соответственно У нас есть Система развития Специалист Инструктор Соответственно Каждый специалист Инструктор Создает свой Маленький ковчег Большой ковчег И так далее Поэтому Ну Поэтому Делаем планеты рисующей Созидаем добро Для всех Рад всех приветствовать На самом деле Да В институте Я отвечаю за все Социальные проекты Одна из миссий Которую мы В принципе Для себя видим Да Помимо того Что в принципе Любое обучение Оно Изначально социальное У нас много проектов Которые мы видим Как Петербург Как рисующий город И Петербург Как территорию развития Петербург Как территорию Как попадая Куда Ты можешь развиваться Сам Не только по способу Образовательных Каких-то программ Ну вот сейчас Мы с городом Будем начинать Одну замечательную Программу Когда мы На уровне Ландшафтного дизайна Одного из парков Будем создавать Наши инструменты И каждый желающий Из города Может прийти И грубо говоря Вот В рамках Вот этого Природного ландшафта Подумать И над своим Какими Своими Какими-то задачами Принять свое решение Самостоятельно Руководствуясь Вот Имея у себя Вот такой вот Замечательный инструмент Внутри города Да Походить по лабиринту Подумать С другими инструментами Да Просто вот У себя в городе В своем парке Просто Такое вот Для себя Внутреннее решение Принять Вообще У нас в принципе Много социальных Проектов Именно поэтому Наверное Мы здесь Людей с одинаковыми Ценностями Очень много Я думаю Вы со мной согласитесь Но мы все разбросаны И вот благородное собрание Благодаря благородному собранию Мы можем собраться Все вместе Сейчас я хочу вам Представить Следующего нашего партнера Который Нас поддержал И всячески нам помогал Предприниматель Инвестор Организатор Мероприятель Представитель Компании НСП Который является Также нашим партнером НСП Это производитель С 50-летней историей Эта компания Производит продукты Для здоровья И у вас сегодня Будет возможность Попробовать Один из таких продуктов Называется Нухлорофил Юлия Шабанова Чем тебе откликнулась Идея благородного собрания? Каждый день Я пытаюсь сделать Мир лучше И я понимаю Что то Что транслируют Ирина И Елена И те идеи Они мне очень близки И я за объединение У нас в зале Очень красивые цветы И я бы хотела Да, Елена Я бы хотела Сюда пригласить Николаеву Елену Это флорист Дизайнер И еще нумеролог Я сразу согласилась Лишь только потому Что это Ирина Только поэтому Благодаря Как бы личному Знакомству Я много лет Ее вижу На этих проектах Смартквин И я сказала Мне ничего не надо Потому что Как сказала Екатерина Я делаю это От души И вот Мои букеты Тоже от души Приехала я от души Букеты от души Сделала Чтобы У вас Вот был У вас намерение Чистое Светлое И соответственно Здесь не может быть Каких-то таких Корыстных даже целей Благодарю вас Готова Всегда с вами Сотрудничать От души И для души Спасибо огромное Спасибо Правда Очень приятно Партнер, которого я хочу представить Более 15 лет Посвятила Профессии Визажи Стилист по волосам Работала С медийными личностями Актерами Театра и кино Сотрудничала С известными Российскими И международными Дизайнерами Деятель фэшн-индустрии В качестве модели Преподаватель Подиумного шага Режиссер показов Элен Регуш В моей практике Большой опыт Общения с людьми Я встречаю Очень много Разных людей Для меня очень важно Ну, через картинку Не понимаешь человека Для меня очень важно Понять, какой человек Когда я познакомилась С командой Ирины Вот На конкурсе красоты Да, вот Елена Только что сказала Я ее очень понимаю Для меня было открытие Что у этого человека Есть что-то Что со мной очень созвучно Понимаете Красота, она прекрасна Но Вообще Самые красивые люди Если мы не берем фотографии Они в жизни Красивые изнутри Это как произведение Которое вы читаете Есть пустое Которое ничего не оставляет После себя Да А есть человек Который наполнен И вы прочитали Эту книгу Помните И у каждого из вас Разное состояние души Но у вас Как вот книга Которая когда-то К вам запала в душу Так же и вы И вы либо совпадаете С кем-то Либо не совпадаете Поэтому мой выбор Сегодняшний Это просто выбор Моего внутреннего состояния Спасибо большое Что я здесь Спасибо большое Что я с вами Побольше красоты Доброты Честности Блю слова искренность Честность Какой-то знаете Такой на грани Иногда честность Не нужна А вот искренность Она более такая Применимая И нам ее не хватает В сегодняшних реалиях И конечно Два момента Давайте не будем казаться А будем Тем Кем хотели бы казаться Постарайтесь Внешне Быть красивыми И постарайтесь Только Знаете что Надо скрывать Все надо выпускать Людям Но скрывать Надо свое настроение Как-то у нас Сейчас стало модно Делиться Своими Какими-то Впечатлениями Негативными Побольше позитива Ребята Негатива у всех хватает На самом деле И в каждой профессии Даже там Где я В индустрии Фэшн И везде Кажется Вы смотрите Это все Они такие же люди Как и мы И у нас у всех Есть плохое Хорошее Сегодня мы собрались Для того Чтобы создать Что-то большое И хорошее Спасибо Не секрет Что у нас После официального Мероприятия Будет фуршет И там будут Вкусные напитки Про один из них Я уже вам рассказала А также Там будут напитки Вино От нашего партнера Дорогое Вкусное вино Выпускник Первой школы Сомелье Города Санкт-Петербурга Про вино сказала И заволновалась Да Виноторговой компании Форт Вайн Которая держит Лидирующие позиции На рынке Уже более 30 лет Практикующий Сомелье 12 лет Виноградова Татьяна Вы первый человек Который откликнулся И у меня к вам вопрос Такой же Как и ко всем Предыдущим Выходящим сюда Чем вам откликнулась Идея благородного собрания В первую очередь Я всегда За дружбу И за любовь К своей работе Здесь Есть возможность В первую очередь Продвигать Идею Вина Говорить свободно Продвигать Наших российских виноделов Уникальных Показывать Что вино Не обязательно Должно быть Дорогим И очень сложным Да Есть Интересные образцы Но для этого Мы вам Привезем сюда И он На своем языке Все расскажет И покажет Еще и собрание Сделаем красивое Поэтому Когда мы говорим Про идею Благородного собрания Она всегда должна Сопровождаться Хорошим Бокальчиком Игристого вина Благородного Игристого вина Поэтому я Очень приятно Свою очередь Хотела бы Вас поблагодарить Мне очень приятно Присутствовать здесь Стать партнером Я думаю Что это будет На постоянной основе Только так Ну и До развития Спасибо Александра Прямо Впорхнула В наш проект Когда мне Ирина предложила Поснимать Тот проект Который сейчас У нас есть Благородное собрание Я не задумывая Сказала да Потому что В первую очередь Это творчество Это поток энергии Это поток мыслей И я себя В каждое видео Вкладываю Я стараюсь Его сделать Каждое видео Для меня Как Маленькая Маленькая картина Маленькая история Спасибо Александра Нам очень приятно Что ты с нами Оксана Представляет Клуб Анастасии Смолиной Анастасия К сожалению Не смогла К нам Прийти Тоже Был Такой хороший Отклик От Анастасии И мы поняли Что мы об одном Это клуб Предпринимателей Который Не так давно Но уже очень успешно И я слышала Много отзывов Хороших Мы приняли решение Тоже партнериться Сотрудничать И диплом Мы передаем Анастасии Через Оксану Это когда мы Когда мы себя Чувствуем Когда мы Себя слышим Когда мы Осознаем То, что мы Думаем Соответственно Чувствуем И делаем Мы можем Совершенно другие Получать Результаты И Жить В той Замечательной Жизни Которой Мы Все Мечтаем Лилия Иванова Я представляю Здесь Продакшн Центр Муза Мы Несем Благородство Через музыку С 2009 Центр Открыт И Мы Приглашаем Международных Певцов Этнических Зарубежных И также Русских Для того Чтобы Открывать Сердца Людям И души Нести Музыку И поддерживать Традиции Разных Стран И В основном Россия Мы должны Все объединяться И тогда Будет Все Красиво И хорошо Объединяться На идее Любви Добра Дружбы И благородства Конечно Потому что Музыка Облагораживает Творчество Облагораживает Лилия Бик Главный редактор Журнала Стиль Образ Качества Жизни Директор Центра Авторских Рекламных Маршрутов Сюрприз Добрый день Друзья Я очень рада Быть В таком Благородном Красивом Духовном Обществе Спасибо За внимание Я Очень Тронута И я надеюсь Что мы С вами Еще Встретимся На наших Дворянских Так скажем Туристических Маршрутах Официально У нас Часть Закончилась Нас Ждет С вами Не только Вкусное Вино Вкусные Закуски Но еще Вкуснейший Торт Ручные Работы Вы При Вкушении Выйти И мы С вами Немножко Сейчас Может быть Пофилософствуем Вместе Потому что Мне очень Хочется Чтобы мы Наверное Разбудились Еще больше Открыли Свои Сердца Души В чем Смысл Жизни В жизни Есть Какой-то Уровень Счастья От которого Мы Ведем Отсчет Как Ведем Отсчет Высоты От уровня Моря Точка Отсчета Так вот Задача Каждого Человека И в крупном И в малом Повышать Этот уровень Счастья Повышать В жизни И свое Личное Счастье Тоже Не останется Вне этих Забот Но Главным Образом Окружающих Тех Кто Ближе К вам Чей Уровень Счастья Можно Повысить Просто Легко Без Забот А кроме Того Это значит Повышать Уровень Счастья Своей Страны И всего Человечества В конце Концов Способы Различные Но для Каждого Что-то Доступно Если Недоступно Решением Государственных Вопросов Что повышает Всегда Уровень Счастья Если Они Мудро Решаются То Повысить Этот Уровень Счастья Можно И в пределах Своего Рабочего Окружения В пределах Своей Школы В кругу Своих Друзей И товарищей У каждого Есть такая Возможность Жизнь Это прежде всего Творчество Но это Не значит Что каждый Человек Чтобы жить Должен Родиться Художником Балериной Или Ученым Творчество Тоже Можно Творить Можно Творить Просто Добрую Атмосферу Вокруг Себя Как Сейчас Выражаются Ауру Добра Вокруг Себя Вот Например В общество Человек Может Принести В собой Атмосферу Подозрительности Какого-то Тяготостного Молчания А может Внести Сразу Радость Свет Вот Это И есть Творчество Творчество Оно Беспрерывно Так что Жизнь Это и есть Вечное Созидание Человек Рождается И оставляет По себе Память Какую Он оставит По себе Память Об этом Нужно Заботиться Уже Не только С определенного Возраста Но я думаю С самого Начала Так как Человек Может Уйти В любой Момент И в любой Миг И вот Очень важно Какую Память Он о себе Оставляет И теперь Давайте Знакомиться Огромное Спасибо Ирина Что пригласила На это Мероприятие И так Вот сложилось Сейчас Ты спросила Кто хочет Я вот Сказала Дискуссию Как раз Проведем И вот Эти слова Которые Как раз Прочитала И там Повышаем Уровень Счастья А мы Как раз В прошлом Месяце С моим Супругом Открыли Студию Счастья В которой Мы как раз Стремимся Чтобы люди Повысили Свой уровень Счастья И физическое И духовное То есть У кого Какое Но чтобы Это счастье Увеличивалось У каждого Своё И поэтому Захотелось Выйти И сказать К этим словам Очень Интересная Идея Очень интересная Такая миссия Я знаю Хотела Это уже Давно Воплотить В жизнь И вот Это Сейчас Реализовалось И Это название Именно Благородное Что Благороду Кстати У нас Будет гостевой лес У нас Будет чат Создан Всех Мы вас Пригласим И вы сможете Про себя Обязательно Рассказать Для того Чтобы дальше Дружить Коллаборироваться Потому что Эта цель Одна из целей Чтобы мы Вот с вами Искали Здесь Не только Единомышленников Но еще Возможно Партнеров И так далее Логотип ваш Красивый Невероятно Прям Такая Вклад Мощный Потому что Не только Это Какой-то Рисунок А это Такая Духовность Все Внутри Это Прям У меня Мурашек Очень круто Очень здорово Это Первый Нетворкинг На который Я согласилась Пойти И вот То что Было Многими сказано Именно Из-за слова Благородный И там Еще Что-то Было Про Законодательное Собрание Честно Тоже До Мурашек Вот То что Здесь Происходило Идея Очень близка Потому что Я за то Чтобы в каждой Профессии Вообще Независимо От того От того Что Человек Делал Присутствовала Душа Мне Сразу Откликнулась Эта Идея Потому что Это Именно Те Ценности Которые Близки Мне Которые Я тоже Стараюсь Транслировать Всей своей Жизнью Всем тем Что Я делаю В этой Ассоциации Как раз Таки Те же Самые Ценности Я могу Встретить Я думаю Что Нас Впереди Ждет Еще Что Очень Интересное Дворянское Собрание Оно Было Создано Для Время Провождения Мы С вами Можем Это Тоже Продолжать Делать Взять За Традицию И Делать Устраивать И бал И те же Но Основа Основа Конечно Ну Опять же Баланс Чтобы Было Все В балансе И Отдых И Творчество И Дело Оркестр В котором Я являюсь Финансовым Директором Базируется В Ленинградском Доме Радио Которое Является Зданием Благородного Собрания Которое Мы Как раз Таки Сегодня Упоминали Это Здание На Итальянской Улице Дом 27 Теперь О вопросе Бывает Лишь Что-то Случайное В этой Жизни Да Давайте Поприветствуем Анастасия Романова Я вообще Понимаю Что это Потомок Точно Совсем Свеженькая Королева Вообще Новая Королева Того Конкурса Где Я была Два Года Два Года Анастасия Прямо В этот Раз Главную Корону Вообще Четыре Раза Подряд Четыре Раза Подряд Корона Главная Уезжает В Петербург Из Москвы Я на самом Деле Пришла На это Мероприятие Чтобы Поздравить Ирину С тем Что Она Смогла Не только Внутри себя Выносить Эту идею Но она Смогла Ее Реализовать Мне Откликнулось Это тем Что Я сама Очень много Времени В своей жизни Посвятила Изучению Рода И вот Это Само Название Благо Рода Мне кажется Это то Что Очень Во многих Семьях России На протяжении Всего Советского Времени Было Утрачено И когда Мы Вот К этим Ценностям Внутри Себя Обращаемся Мы Действительно Начинаем Увлекаться Этикетом Нам Нравится Изучать Свою Родо Словную Нам Хочется Посещать Исторические Места Или Места Предков Наших Где Мы чувствуем Вот эту Особую Энергию Которую Действительно На протяжении Советских Лет Всех Поколений Наших Родителей Предков Вот Просто Изживали Отложила Все свои Планы Чтобы Приехать И Действительно Быть Частью Этого Мероприятия Поддержать Ирину Чтобы У этого Проекта Было Большое Будущее Чтобы Здесь Собирались Действительно Те Люди Я думаю Ни одного Человека Здесь Случайного Нет Сюда Пришли Все Те Кто Как раз Таки Разделяет Ценности Мировоззрения Ирины То Что Она Инициировала И создала Я хочу Я даже Не буду Особо Про себя Рассказывать Я просто На самом деле Пришла Поздравить Мне Сама Специалист Клинический Health Coach Преподаю Микробиом Человека Лабораторные Методы Диагностики Пищевых Непереносимости Омегаметрии Авторские Интенсивы Веду Преподаю В университете И конечно Вот эта тема Помогать Людям Показывать Им Пример Во-первых Прежде всего Себя Начинаем Менять Себя Показывать Пример Другим Людям И вот Через Здоровье Через Пример Действительно Менять Мир Вокруг Себя И мир В той стране В которой Мы живем Потому что Это зависит От каждого Из нас Спасибо За такое Замечательное Воплощение Тех Кто может Даже О таком Даже Не задумывался В моем понимании Поскольку я 18 лет Занимаю Здоровьем Физическим Я понимаю Что здоровье Это намного Больше Это физическое Социальное Духовное Благополучие Еще наша Одна королева Это уже Петербургская Масары Встретились Летом По-моему И ты поделилась Этой идеей А я поделилась Своими идеями Оказалось Что Как вы понимаете Все идеи Перекликаются И сейчас Такое время Видимо Когда Воздушно-капельно Разные идеи Передаются В пространстве И Вот эта идея Собрания Для меня Я сейчас Сидела Так Размышляла Про что Это Собрание Мне кажется Еще одна фигура Которая Должна быть Тоже Цитируема И как-то Изучаема Здесь Это Безусловно Николай Елен Рерихи И я бы хотела Такое Внести Дополнение Как они Говорили о культуре Что такое культура Культура Это наука Плюс искусство Плюс духовность Я понимаю Что Вот это Собрание И то Что ты говорила Про Уровень счастья И поддержку Уровня счастья Это большое На самом деле Брань Вот еще Такой Не брань В смысле Ругаться Знаете Есть такое Очень старинное Значение Слово Брань Это Дело Это Определенное Сражение Сражение Не с кем-то Там А сражение С внутренней Темнотой Которая Может поглощать В какие-то моменты Вы тоже говорили Про эмоциональный уровень Про эмоциональный фон И я как человек Который повышает Уровень счастья Через свои концерты Через свои песенные Вечеринки Вера тоже приходила Через преподавание Вокала Через введение Психотерапевтических Групп Через объединение Людей Мне кажется Важным Вот это СО Во-первых СО А во-вторых Этот аспект Служения И такой Определенной Настройки На то Чтобы делать Это дело Ну очень Собрано И Дружно Что ли Насколько у нас Получится прям Сразу дружить Но здесь очень много Интересных людей Чему я Несказанно рада И вы эмоции Большие Многие сказали Что здесь случайно Я не случайно Я услышала Идею Вернее Я услышала В идее Этого Собрания Этого благородного Собрания Очень большую глубину И мне Очень Откликнулось Моментально Мне захотелось Здесь просто быть Сейчас Немножечко Как мне кажется Другой уровень Ценности Восприятия Раньше Настолько Ценилось Образование Уровень Знаний А сейчас Помимо всего Этого Вот такая Глубина Особенная Глубина И у каждого Она своя И это Очень Отзывается Здесь Очень много Потрясающих Интересных Людей Я буду рада Со всеми С вами Познакомиться Поделиться Своей Теплой Душой Астраханской У нас там Плюс 19 Я благодарю Вас Ирин Что вы Меня пригласили Принять Участие Мне очень Все это Откликается Я очень Рада Что я С вами Познакомилась На нашем Конкурсе Смарт Квин И с Анастасией Тоже И я думаю Что все Случайности Однозначно Не случайны У нас идея Это какая Распространяться Мы сейчас Немножко окрепнем Будем распространяться В регионы Потому что Нужно нести В массы Все о чем Я разговариваю С молодыми читателями В этой книге Призыв к интеллигентности К физическому И нравственному Здоровью К красоте Здоровья Будем Долголетней Как люди И как народ А почитание Отца и матери Следует понимать Широко Как почитание Всего Нашего лучшего В прошлом Которое является Отцом и матерью Нашей современности Великой современности Принадлежать Которой Великое счастье Вообще Я про любовь Знаете Я сегодня Как-то словилась На мысли Что я ни разу Не произнесла Этого слова На самом деле Я все время Говорю Про любовь И это Вот сейчас Я этим Тогда Закончу Любовь Не должна быть Безотчетной Она должна быть Умной Это значит Что она должна Быть соединена С умением Замечать Недостатки Бороться С недостатками Как в любимом Человеке Так и в окружающих Людях Она должна Быть соединена С мудростью С умением Отделять Необходимое От пустого И ложного Необходимое С умением С умением С умением Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok